Приветствую вас, и вы знаете, ну вот вам уже ответили эксперты на ваш вопрос, вот, я бы хотел, наверное, немножечко под другим углом посмотреть на проблематику, которую вы описываете, немножечко под другим ракурсом на нее взглянуть, чтобы вы получили некоторое представление о том, куда же вам копать и откуда все это пошло. Ну, в принципе, вот последний эксперт, который вам ответил на момент записи моего ответа, на мой взгляд, высказал самую правильную и верную мысль о том, что, значит, есть родительская семья. И, вы знаете, вот если мы говорим о родительской семье, ну, вообще, в принципе, о родительской семье, если мы говорим, и, в принципе, говорим о вашей самооценке, да, которая является, как вот, вы, наверное, понимаете, все-таки заниженной. То всегда речь идет о том, откуда, откуда это появилось у вас, кто сформировал подобное представление о себе у вас, какие люди, с какой целью и так далее. То есть, вот это нужно определить довольно-таки четко. И именно, собственно, с этого и нужно начинать работу вашу с того, кто создал у вас подобное представление о себе. Кто создал у вас такое представление о себе и почему, зачем, для чего, с какой целью. Это вот тоже очень важные, на мой взгляд, вещи, о которых нужно разговаривать с вами. И далее, просто-напросто, нужно будет подвергать критике определенные вещи, подвергать критике определенную позицию, которая стоит за вот этими аспектами, за аспектами образа, которые все люди выстроили вам. Вот. И, собственно, с этими вещами работают. Потому что пока вы не увидите, пока вы не сможете определить для себя первопричину, первопричину того, откуда у вас появилось данное отношение к себе, Нельзя будет, к сожалению, говорить о том, что вы поменяете свое мнение о себе. Это, к сожалению, не будет возможно никак. И я надеюсь, что вы только прислушаетесь к этой вот моей рекомендации и постарайтесь, значит, это, ну, принять, принять эту позицию и постарайтесь как-то ее перенести на себя. Потому что она очень важна. Далее, следующий важный момент, о котором я хотел бы вам рассказать. Это момент, который, значит, заключается в следующем. Вы составьте себе список или схему того, значит, почему, за что вы себя вот так вот не любите, за что вы себя не цените. По какой причине вы так себя ведете? То есть, вот вы говорите, я все время унижаю себя, думаю, что я не могу ничего делать. Вопрос. По какой причине вы так считаете? Что заставляет вас так о себе думать? Вот постарайтесь, пожалуйста, эту тему для себя определить. Она тоже очень-очень-очень важна, эта тема. Потому что без этого будет сложно вам для себя определить источники и причины своей неуверенности в себе. Я хочу, чтобы вы об этом тоже вот все-таки как следует подумали и промышляли. Значит, разделите все свои качества, личностные качества, разделите все свои личностные качества на откровенно положительные, те, которые, которые вот у вас, ну, те, которые вы любите в себе, цените в себе, считаете хорошими и так далее. Да? Вот. И на те, которые вам вредят, которые негативные. Определите для себя то, как вы эти качества видите. Определите то, как вы эти качества в себе рассматриваете. Определите то, как вы относитесь вообще к своим недостаткам, как вы их воспринимаете. Тоже очень-очень важный момент. Дальше. Значит, следующее. Если вы увидите, что негативных качеств больше, а их обязательно будет больше, потому что, ну, по-другому, по-другому не получится, никак у вас, то есть я имею в виду, что, ну, по-другому, по-другому просто не может быть, негативных качеств у вас больше. Вот. Разделите эти качества на те, на таких и такие, которые, значит, будут с одной стороны подразделяться на несколько видов, основных видов. Первый вид негативных качеств. Это негативные качества, которые всегда являются таковыми. Всегда. То есть они в любом случае всегда вам вредят. Вот. Значит, и второй вид качеств – это такие качества, которые, соответственно, значит, могут в одной ситуации, в одних сферах, в одних аспектах быть хорошими. Хорошими для вас, в других аспектах быть, там, отрицательными, негативными для вас. Вот эти качества, которые являются таковыми, эти качества, которые являются таковыми, они являются тем, что делают вас индивидуальной силой, уникальной личностью и прочее, прочее, прочее. Значит, те же качества, которые являются откровенно и всегда негативными, они, эти качества, для вас являются тем объектами, которые вам, во-первых, нужно принять в себе, в себе. Это во-первых, во-вторых. И, во-вторых, значит, теми объектами, на которые вам нужно наметить четкие цели по купированию этих качеств. То есть, оставьте себе план действий, как бы вы могли эти качества не подавить, а то столько лишь сделать так, чтобы они были для вас менее болезненны, чтобы они меньше мешали вам. Наметьте себе цели, построите план, проанализируйте свои средства, условия, требования, задач, из которых будет состоять цель, и действуйте в этом направлении. Тогда вы будете знать, что, во-первых, вы делаете все для того, чтобы нивелировать свои, или, точнее, купировать свои отрицательные стороны, и, с другой стороны, принимая их, принимая себя таким, какой вы есть, значит, вы будете стремиться к гармонии с собой. Тем не менее, без первичной проработки источников восприятия себя, именно таким, каким вы сейчас видите себя и представляете себя, необходимо. Без этого не получится у вас двигаться дальше, потому что вы будете как бы ориентироваться на эту позицию, на эту точку зрения, и она будет вам мешать. Она будет не давать вам покоя, в любом случае. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались. Буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!